Здравствуйте! Это программа о здоровье. Мы продолжаем с вами говорить о том, что волнует каждого из нас. И о том, что точно не купишь ни за какие деньги. Потому что один мудрый человек сказал, жизнь дается человеку в один раз, а шанс вернуть здоровье есть всегда. И грешно было бы его не использовать. Смотрите сегодня в программе. Болезнь королей, пиратов и аристократов. Как избежать приступов подагры и в чем заключается главный принцип лечения? Когда печень начинает бунтовать и как помочь ей восстановиться? Рекомендации гастроэнтеролога. Монодиеты. Чего больше, вреда или пользы? Информация к размышлению от диетолога. В народе говорят, что если есть зимная расплата за грехи, так это подагра. И ведь недаром эта болезнь поражает жизнерадостных мужчин средних лет и любителей вкусной еды или всяческих деликатесов. О том, как победить эту болезнь пиратов, королей, аристократов, мы поговорим в следующем сюжете. Эта болезнь известна еще со времен Гиппократа. С греческого языка переводится как капкан для ног. Именно с этой невыносимой болью можно сравнить острый приступ подагры, когда внезапно опухший и покрасневший сустав ступни начинает ломить так, что на ногу не только не наступить, до нее даже не дотронуться. Подагру часто называют болезнью королей и пиратов. А все потому, что ее частые спутники – праздность, пристрастие к алкоголю, мясной и жирной пищи. Но не только. Болезнь королей, я думаю, почему такое название идет, или болезнь гениев. Но поскольку подагра известна еще со времен Гиппократа, ее название попереводится как капкан для ноги, потому что проявляется она быстро развивающейся припухлостью сустава, который, в общем-то, пациент лег вечером спать нормально, утром уже не может встать, даже простыня, при колосновении простыни вызывает боль, практически он обездвижен. Значит, связано это с повышенным выбросом, накоплением мочевой кислоты в сыворотке крови. Значит, ну, поскольку ей болели в древности, то эти больные, они не могли принимать участие в охоте, во всех этих турнирах. И что они делали, сидели? Они там читали или писали. И вот поэтому считается, что многие великие люди, которые писатели, вы говорили вот этим заболеваниям. Подагра может поражать любые суставы, но чаще всего суставы пальцев ног. Для постановки диагноза достаточно простого осмотра ревматолога и анализа крови из вены. Повышение в крови уровня мочевой кислоты и ее солей, так называемых уратов, веское основание для того, чтобы поставить диагноз подагры. Именно отложение урата в суставах провоцирует болезнь. Острые, как иглокристаллы, солей мочевой кислоты изнутри кулют ткани и вызывают в них воспаление. В принципе, в основе этой подагры, в первую очередь, нарушение обмена вот этих пылиновых оснований. Поэтому соблюдение диеты, определенной, которая существует для пациентов с подагры, назначение препаратов, которые снижают выработку повышенного уровня мочевой кислоты, приводит практически к нормализации состояния пациента. К сожалению, от подагры вылечиться полностью нельзя. Но недуг можно держать в узде, не допуская новых обострений. Главный принцип лечения – контроль над образованием мочевой кислоты. Если уровень мочевой кислоты в крови, допустим, сейчас считается 400-450 в зависимости от пола, то есть международная рекомендация, что если с помощью диеты и вот этих препаратов опустить этот уровень до 360 мм на литр, то на этом фоне никогда не разорвется приступ подагрического артрита. Итак, прежде всего диета. О пиве надо забыть навсегда. Пенный напиток задерживает мочевую кислоту в организме, поскольку в нём содержится много опасного при подагре соединения – пурина. Также под запрет, особенно в период обострения, попадают мясные и рыбные блюда, наваристые бульоны, острые закуски и приправы, грибы, бобовые, помидоры, кофе, какао, шоколад. Количество соли нужно снизить, а жидкости, наоборот, увеличить – до 2-3 литров в день. Полезнее пить щелочные минеральные воды, зелёный чай, морсы из брусники и клюквы. Они выводят из организма мочевую кислоту, хороши чаи из трав, тысячелистника, плодов шиповника и мяты перечной. Итак, если в вашей семье есть случаи заболевания подагрой, помните, что вы находитесь в группе риска. В этом случае врачи рекомендуют контролировать уровень мочевой кислоты в крови регулярно, а также стараться придерживаться здорового образа жизни. Подагры часто возникают у лиц с повышенной массой тела и высоким артериальным давлением. Жирное и жареное, в перемешку с алкогольными напитками, вызывает тошноту, чувство тяжести, неприятный привкус в арту, отсутствие аппетита. Как же успокоить запунтовавшуюся печень и помочь ей восстановиться? Заболевания печени достаточно коварны тем, что длительное время ничем себя не проявляет клинически. Поэтому, если вы по возвращению из туристических поездок или командировки, даже в течение месяца почувствовали у себя какое-то недомогание, слабость, повышенную томляемость, то есть непереносимость обычных физических нагрузок, дискомфорт в животе или изменение аппетита, а особенно если изменяется цвет кожи, то есть появляется желтушная склира и кожа, потемнение, возможно, мочи, может быть, субфибрильная, то есть невысокая температура, в этих случаях, конечно, надо обязательно обратиться к терапевту, гастроэнтерологу, инфекционисту, для того, чтобы было вам подобрано грамотное обследование и назначено корректное грамотное лечение. Для начала, конечно, делаются обычные скрининговые анализы, то есть это кровь из пальца, это кровь из вены на определение функции печени, и, конечно, обязательно пациент, учитывая эпитонамность, то есть если он выезжал в какие-то страны другие, обязательно необходима консультация инфекциониста. Актуально также заболевание печени в настоящее время, учитывая нашу гиподинамию и разнообразие пищи, всякой вкусной, разной, конечно, встает вопрос о серьезной проблеме нашего века, это жировая дистрофия печени. Конечно, основным, ну, наиболее, наверное, значимым моментом является правильное питание, то есть преобладание в пище все-таки молочно-растительной клетчатки. Острые хронические заболевания печени – это достаточно серьезная проблема нашего времени. Особенно это относится к вирусным поражениям печени и к поражениям печени токсического характера, то есть под действием алкоголя. Поэтому актуальность проблемы высока достаточно в летний период, так как возрастает угроза заражением таким заболеванием, как вирусный гепатит А. Для тех людей, которые планируют провести отпуск где-то в других странах, рекомендовано, конечно, обращать внимание на пищевые продукты и напитки, которые вы приобретаете и используете в пищу. То есть прежде всего это должно быть, все-таки эти продукты должны приобретаться в специальных магазинах, а не на улицах, и в специально упакованной таре, то есть проверять обязательно герметичность упаковки. И если это алкогольные какие-то напитки, то, конечно, товар должен быть сертифицирован. Пить рекомендуется все-таки кипяченую воду. Можно сформировать аптечку, которую человек может взять с собой в путешествие. Прежде всего там должны быть, конечно, препараты, которые ему показаны, учитывая его фоновую патологию. Это препараты сорбинты, это препараты ферментативные. И для подбора, конечно, индивидуальной аптечки можно проконсультироваться с лечащим врачом, который вам подскажет определенный список препаратов, которые вы можете взять с собой в дорогу. Смотрите далее в программе. Все проблемы в голове. Как помочь человеку избавиться от алкогольной зависимости. Как пережить жаркие дни, сохранив здоровье и силы. Правила безопасности от специалистов. И взрослым о детях. Почему ребенок плохо ест, заставлять или не обращать внимания. Советы доктора Степанова. Нужная информация лучше запоминается, если дать себе хорошую физическую нагрузку. Через несколько часов после изучения нового материала. К такому выводу пришли ученые из университета Наймегина в Нидерландах. Дело в том, что отложенные на определенное время физические упражнения позволяют улучшить долговременную память. Употребляя в пищу ячмени, продукты, которые его содержат, понижаются на 7%. Уровень двух типов плохого холестерина доказали канадские медики из больницы Святого Михаила в Торонто. Известно, что высокий уровень холестерина является одним из основных факторов риска. Развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые рекомендовали более активно включать в рацион ячмень и продукты на его базе. Например, крупу или хлопья. Английские ученые пришли к выводу, что малина содержит множество питательных веществ, способных защитить не только от смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и недуга в печени, но и от болезни Альцгеймера. Ягоды малины обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а также позитивно влияют на метаболизм. Это, в свою очередь, сокращает риск болезни Альцгеймера и даже замедляет процесс старения. Алкоголизм и наркомания – это два бича современного общества. Их уже нельзя назвать вредными привычками. Это болезни, которые требуют помощи. Те, кто уже оценил масштаб бедствия, всеми путями пытаются избавиться от опасной зависимости. Специалисты же давно пришли к мнению, что все проблемы у человека в голове. Почему человек начинает употреблять спиртное? Причин может быть несколько, но все они сводятся к тому, что человек попадает в трудную жизненную ситуацию и не может сам с ней справиться. Проблемы на работе, конфликты в семье и даже одиночество – это классические ситуации, когда человек начинает искать возможность улучшить настроение и смотреть на жизнь сквозь розовые очки. Родственники начинают бить тревогу и отправляют своего алкоголика к специалистам, пытаясь насильно отбить у него желание пить. Кодировкой, какими-то запретами или условиями не добиться и устойчивой ремиссии, да и в принципе тут вопрос того, счастлив ли человек, живя трезвым или нет. Потому что многие те же жены алкоголиков, которые кодировались, они потом говорили о том, что лучше бы он пил, потому что с ним вообще невозможно сейчас общаться, он напряженный, дикий, злой. И суть-то не в том, чтобы просто не пить, а в том, чтобы жить при этом нормально, да, не стиснув зубы, что называется. Специалисты выделяют три стадии алкоголизма. Первая стадия – самая неуловимая по симптомам и не имеющая последствий. В это время у человека всего лишь развивается синдром зависимости. Желание принимать 100 грамм, когда что-то пошло не так или стало грустно. Вторая стадия – это уже фиксация зависимости. Употребление становится регулярным, доза стабильна и может не увеличиваться 10-15 лет. Мозг алкоголика потихоньку атрофируется и начинается активное саморазрушение, симптомы которого не видят ни родственники, ни, конечно же, сам выпивающий. Появляется апатия ко всему, а мир становится прекрасным только когда рядом бутылка. Третья стадия – это деградация. То есть и на биологическом уровне, и на психологическом, да, и на морально-нравственном уровне, ну и, естественно, на социальном. То есть на этой стадии уже могут и, может, и семья от него отказаться, да, ну и либо там сосуществовать каким-то образом просто из жалости. Выкарабкаться сложно. Алкогольная зависимость – это система, в которой участвует сам зависимый и его ближайшее окружение, то есть семья. В момент развития тяги к спиртному очень важно участие родственников. Они должны обрубить концы, лишить возможности тратить деньги на спиртное, выкупать заложенные в ломбард вещи. Находясь в такой системе ежедневно, никто из участников не может друг другу помочь. Человек спивается, супруга махнула рукой. Все друг другом недовольны, но сделать ничего не могут, да и не хотят. Разорвать этот круг может только сторонний участник – врач, специалист, который зайдет в вашу жизнь не для одноразовой помощи. Представьте себе, что у человека очень болит зуб, да, он уже испробовал все средства, там, обезболивающие, они не помогают. В конце концов он идет и сдается врачу. И врач решает эту проблему, стоматолог, да. Тут мотивация не здоровые зубы, тут мотивация избавиться от боли. Вот в случае с зависимым поведением, в случае с алкоголизмом все то же самое. Человек обращается за помощью, пока он сам не захочет, это фраза, да. Не потому, что он, так сказать, видит какое-то светлое будущее, он просто настоящее стало для него невыносимым. Если ваш родственник или близкий друг ступил на путь алкозависимости, вы не сможете ему помочь таблеткой или капельницей. Да, вы почистите его организм, но почему он не должен завтра тянуться к рюмке, вы ему не объясните. Мечта любого алкоголика контролировать употребление и дозу, но это невозможно из-за того, что биохимия изменена и прежней уже не станет. Поэтому после чистки организма алкоголику необходима профессиональная помощь. Реабилитационный центр, в котором работают клинические психологи, наркологи и консультанты по химической зависимости, которые проводят курс из нескольких этапов, самый главный из которых первый, где закладывается мотивация на жизнь без спиртного. Вот это такой первый этап, он достаточно болезненный, но после него, так сказать, человек, расчищая тем самым фундамент, начинает выстраивать что-то новое. То есть уже мы ему помогаем приобрести навыки, что называется, трезвой жизни, трезвой и счастливой жизни. В последнее время стало модным увлекаться монодиетами. Врачи уже окрестили такое питание стрессовым. Струйную фигуру вы, конечно, приобретёте, но демонстрировать её придётся только доктору. Попробуем разобраться, чего лишается организм, если соблюдать такие диеты. В последнее время всё чаще женщины, стремящиеся похудеть, отдают предпочтение диетам, в рацион которых входит только один продукт. Диетологи называют такое питание монодиетами. Как правило, длятся они до 10 дней, и многие женщины отдают им предпочтение перед отпуском или после праздников, чтобы похудеть в короткий срок. Я противник таких вот монодиет, потому что прежде всего, когда человек прибегает к какой-то диете, это называется он сначала осознанно к этому приходит, исходя из своих собственных проблем. То есть появилась проблема, и человек к диете, особенно к монодиете, приходит вынужденно. И чаще всего это бывает очень утомительно, изнурительно, есть одну и ту же гречку. И люди, которые сидят на монодиете, они наедают с этим продуктом до того, что они больше вообще в жизни никогда не могут посмотреть на этот продукт, потому что это утомляет. Монодиеты действительно дают быстрый результат похудения. Также это хорошая возможность отдыха пищеварительной системе. Если проводить монодиету по всем правилам, она действительно может принести пользу и для внешнего вида, и для общего здоровья. Главное не забывать про срок её применения. Мы с вами таблица Менделеева, и мы также должны каждый день пополнять, потому что те минералы, те вещества, та энергия через белки, жиры, углеводы, которая приходит нам каждый день, она у нас тут же, собственно, используется. И если мы долгое время даём один какой-то продукт, то все остальные у нас находятся за бортом. И поэтому у нас идёт дефицит. Существует огромное множество монодиет для похудения. Среди них яблочная, банановая, огуречная, яичная, гречневая, рисовая, арбузная, ананасовая, капустная, молочная, шоколадная, картофельная, сыроедческая и другие. Но у всех монодиет есть, конечно же, и плюсы, и минусы. Например, многие женщины отдают предпочтение кефирным диетам, не задумываясь, что длительное употребление молочного продукта может нарушить всё пищеварение. Вообще молочные продукты для человека – это один из самых первых продуктов, которые получает молочный белок. Он самый, скажем так, адаптированный к ферментативному статусу человека, потому что с молоком матери получают молочный белок. Это очень многокомпонентный, очень легко усвояемый продукт, да, особенно в кисломолочном варианте. На кефире можно сидеть долго, но не до анорексии. Если вы решили попробовать монодиету и испытать её действие на себе, внимательно подбирайте составляющий продукт. Учитывайте, что рисовая диета приводит к понижению уровня гемоглодина в крови. Яблочная диета насыщает организм углеводами, но не поставляет жизненно важные белки, что может сказаться на процессах нервной системы и мозга. Банановая диета отрицательно влияет на работу кишечника и вызывает повышение уровня сахара в крови. А вот любимая летняя арбузная диета помогает не только быстро выводить из организма излишнюю жидкость, но и препятствует всасыванию витаминов. При любых монодиетах у нас есть один минус. Монодиета нанесёт определённый запас своих полезных органических, неорганических веществ. То есть это минимум углеводов, минимум калорийности, но мы себя ограничиваем от поступления других солей, других витаминов и так далее, которые находятся в других группах продуктов. Монодиеты имеют видимый плюс, но таят в себе и скрытый минус. Если она длится дня три, это польза, а вот затяжная может привести к проблемам со здоровьем или дать обратный результат. По окончании вы наберёте ещё больше вес, чем было у вас до её начала. Так что прежде чем экспериментировать со своим весом и здоровьем, узнайте все подробности монодиеты и продукта, который заложен в её основу. Смотрите далее в программе. Как пережить жаркие дни, сохранив здоровье и силы? Правила безопасности от специалистов. И взрослым о детях. Почему ребёнок плохо ест, заставлять или не обращать внимания? Советы доктора Степанова. Жара опасна для здоровья. Тепловые удары, обострение сердечно-сосудистых заболеваний, снижение иммунитета, простуды, даже ангины – всё это из-за жары. Как же пережить такие дни, сохранив здоровье и силы? В первую очередь с наступлением жары должны быть очень осторожные люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если у вас гипертоническая и шимическая болезнь сердца, сахарный диабет, онкологические заболевания, вы перенесли инфаркт или инсульт, ни в коем случае не работаете ни в душном доме, ни на даче. Вообще физическая активность в такую погоду вам противопоказана. Возрастает нагрузка на сердце, артериальное давление начинает прыгать. Если у вас стенокардия, положите в карман таблетку нитроглицерина. Гипертоникам нужно обсудить с врачом питьевой режим. За счёт выпитой жидкости увеличивается объём циркулирующей крови, что ведёт к повышению давления. Сколько и чего пить именно вам, должен рассчитать специалист. Для кого же ещё жара – скорее враг, чем друг? Людям с бронхиальной астмой и язвой желудка не следует долго находиться на солнце. Ответной реакцией организма на солнечные ванны может стать острый приступ болезни. Не простят длительного пребывания на жаре и кожные заболевания. Интенсивное солнце может спровоцировать обострение ряда женских проблем. Мёмы – это доброкачественное образование. Как правило, это доброкачественное образование. Они могут быть симптомные. То есть есть клиника определённая, то есть человека что-то может беспокоить. Нарушения цикла, болевые синдромы. Может, мёмы не беспокоят никак. То есть находят чаще всего как находку при очередном обследовании на УЗИ. Нужно поберечься женщинам, имеющим это заболевание от солнечных лучей. Мы не рекомендуем непосредственно загар. Можно, допустим, находиться прикрытыми футболка, шорты, шляпка. Нежелательно в санаториях применять согревающие ванны, грязи, лечение, массаж низа живота и поясничной области. Также солнечные ванны противопоказаны при мастопатии и эндометриозе. Также рекомендуем женщинам поберечься. И если, допустим, едут на юг, то здесь нужно проконсультироваться с доктором. Может быть, сразу имеет смысл провести гормональное лечение. Или на выезд, так, чтобы не было срывов никаких, болевых синдромов, нарушения цикла. Принимать какие-то препараты, чтобы было нормальное состояние, чтобы человек себя чувствовал на отдыхе комфортно. Безусловно, в группу риска входят все люди пожилого возраста. Большинство из них, кстати, увлеченные садоводы. Им врачи настоятельно рекомендуются измерять свой пыл с температурой за окном. И не забывать, что самое лучшее время для работы на даче – до 11 часов утра с перерывами. Дальше только отдых. Особенно это важно для тех, у кого близорукость средней и высокой степени. От работы в наклон, поднятие тяжести может произойти кровоизлияние в сетчатку глаза и отслоение самой сетчатки. Ну и, конечно, при любой температуре необходимо быть предельно внимательным за рулем и соблюдать все правила безопасности при работе с техникой. Ведь у травматологов летом объемы работы также увеличиваются. Дорожная травма на первом месте в числе общего травматизма, да, вторая летом превалирует травмы, связанные с нарушением банальной техники безопасности. При работе с циркулирными пилами, называемыми в народе болгарками, да, и очень часто люди повречают террельные повреждения, то есть последствия, которых нам приходится оказывать неотложную, да, привычную террористическую помощь. В жару труднее сконцентрировать внимание на дороге, а в перегретом салоне машины можно запросто получить тепловой удар. Поэтому нужно заранее приготовить несколько бутылок с замороженной водой и положить их в салон перед поездкой. Что делать, если ребенок плохо ест, чтобы ему не приготовить? Ну уж точно не сердиться и не переживать сильно по этому поводу. Бывает, малыш не виноват, нужно просто поискать причину. Я сразу перейду к каким-то конкретным рекомендациям. Что же можно сделать, если ваш ребенок плохо ест? В первую очередь, нужна, конечно, правильная выработка пищевого поведения, выполнение режима дня, режима питания. Очень важно, чтобы приемы пищи носили такой очень конкретный временной характер. Если ребенок ест малыми порциями, его называют малоежкой, в таком случае нужно просто увеличить калорийность блюд. И даже давая малую порцию, чтобы он все-таки получал то количество калорий, которое ему положено. Конечно, очень важно не допускать никаких перекусов. Очень часто бабушки, дедушки, мамы говорят о том, что ребенок ничего не ест, но между приемами пищи он все время ест печенье или что-нибудь другое. Это вот необходимо исключить. Кстати, можно между приемами пищи добавить небольшое количество воды. Это как раз немного стимулирует аппетит. Необходимо соблюдать эстетику стола. И чем раньше вы это начнете, тем лучше. Необходимо использовать детские нормы, эстетические формирования и оформление блюд. Это может быть какие-то оформления каши или оформления каких-то котлеток. Они должны быть немного детскими. Нужно действительно с ребенком чуть-чуть поиграть. Еще несколько таких уже моментов на кончиках пальцев. Если вы уже попробовали многое и это не очень помогает, можно воспользоваться теми методами стимуляции аппетита, которые используются традиционно. Но традиционно для возбуждения аппетита пользуются горечи, пряности или вот такие пряные блюда. Конечно, нельзя их в полной мере использовать у детей. Но использовать маленький кусочек пряного губчика, чуть-чуть подсаливать, добавлять это просто непосредственно в первое блюдо. Иногда очень даже помогает. И последний момент, когда уже ничего не помогает и для больших детей. Мы иногда даже советуем пожевать желательную резинку за 15-20 минут до еды, для того, чтобы стимулировать выделение соков и чисто рефлекторно начал выделяться желудочный сок. Даже вот такой простой совет иногда помогает улучшить аппетит. Я надеюсь, из моего рассказа вы выберете те рациональные зерна, которые можно применить именно по вашему ребенку. На сегодня это все. Мы встретимся с вами через неделю. Пишите нам письма, задавайте вопросы или темы, которые вас интересуют. Берегите себя и помните, что здоровье человека зависит только от нас самих.